Уважаемые студенты, добрый день! Сегодня у нас пятая тема Материальная культура казахского народа И вот эти четыре вопроса Нажмите на паузу, перепишите тему вопроса и вопросы Тему сегодняшней лекции и вопросы Прежде всего, конечно же, начнем с того, что представляет собой культура Мы говорили об этом в нашей лекции В предыдущей лекции, в теме номер четыре Мы говорили о том, что материальная культура и духовная культура Это две стороны одного явления Того явления, что представляет собой человек Его окружающая среда, его семья, общество И они являются производителями того, что представляет собой сначала материальная культура И производная от него духовная культура И вот эта материальная культура Она многоликая, его очень много И надо сказать, что традиционная материальная культура казахского народа Она является полностью одухотворенной Она полностью символична Мы об этом поговорим немножко позже Но прежде всего, начнем, наверное, с того, что представляет собой традиционная одежда Украшения казахского народа И то, что представляет собой его ближайший мир Но говорить о том, что казахи все время жили только в юртах То есть ки-из-и, правильно это нужно называть Это очень шаблонное, это, кстати, восприятие Большинство своих казахов жили в саманных домах На территории зимников У них были временные летние дома на территории весенних пастбищ Но полностью кочевым эту культуру называть нельзя Почему? Потому что на сезонную кочевку со сменой ландшафтных зон Уходила очень небольшая часть населения Только те, кто были очень богаты И могли захватить с собой определенное количество родственников И наши ученые выяснили Такие ученые, как Академик Шахматов, Дарш Лейгер Они в свое время вычислили, что богатых людей было всего лишь навсего 1-2% В лучшие годы, наверное, во времена Золотой Орды Или в момент возникновения казаховского ханства Их, наверное, было немножко больше Но все равно в процесс длительной перекочевки Вовлекались только максимум 15-20% населения Основное население не имело возможности Уходить вместе со своим скотом на полный кочевой цирк Поэтому они, в принципе, сидели на месте Они занимались землетелем Они занимались сочетанием землетелия и скотоводства Они занимались ремеслом И, конечно же, именно их руками создавались многие черты культурной жизни И вот такими символами этой материальной культуры, конечно, являлись то, что окружало казаха с момента его рождения Прежде всего, колыбель Вот колыбелька, она тоже являлась не просто тем, на котором укачивали маленького ребенка Его изготавливали из дерева Но еще и являлась как бы символом зарождения жизни Она тоже имела свой сакральный смысл Сакральный смысл имела и переносное, каркасное, деревянно-войлочное жилище То, что называют юртан на русском языке Или киз-и У казахов киз-и были двух вариантов Это хаза-и, если у него имелся шанра И был еще вариант джунгаско-калмыцкий Это то, что приходилось с трофеями Они были без шанрахов Но они, в принципе, были такими же, как и казахские Поэтому элементы этого дома, они тоже имели свой сакральный смысл Шанра, символ дома всего Кириге, символ устойчивости И так далее, и так далее, и так далее Народ в большую часть суток жил и находился вне стен дома То есть, для него очень большое влияние Для него большое значение играла традиционная одежда И эта одежда была как бы его вторым домом И эта одежда была максимально приспособлена к жизни на спине Конечно же, в этом отношении, наверное, нужно обратить внимание на такую вещь, как малахай Малахай, это зимний головной убор Который закрывал и шею, и уши скотовода И скотовода, и не только скотовода Это, конечно, чапан Это, конечно же, сапоги Это два вида брюк Те брюки, которые они одевали внутрь И те брюки, которые они одевали с внешней стороны для езды на коне Это все представляло собой и носило даже определенный смысл Всегда имелся по каждому из вот этих вещей Имелся какой-то чуть-чуть маленький Но или связан с суеверием Или связан с разного рода верованиями Какие-то смыслы Например, нельзя было дарить Или выбрасывать головной убор Нельзя выбрасывать головной убор Лучше сжечь Примерно то же самое связано с обувью Обувь можно было отдать только близким Но нельзя было отдать незнакомым чужим людям Потому что это могло потом привести вред Той семье, которая отдала эти сапоги Вся та одежда, которая оставалась после покойника Раздавалась в обязательном порядке Все, до нитки раздавалось самым ближайшим родичам То есть, вот это Эти моменты, они были Частью Ну, скажем так Такой материально-духовной культуры Народа, казахского народа И не только казахского народа Вот, например, когда умер мой наставник Студенческий, Гайзардов Ильич Кушаев Вот его семья, его супруга Пригласила меня И отдала мне всю его рабочую библиотеку Потому что и эти рукописи, и все то, что имело отношение к науке Имело отношение к высшей школе То есть, вот эти моменты, они являются основополагающими для общей культуры Хотелось бы отдельно Если мы говорим о традиционных вот этих моментах Я хотел бы как раз пролюстировать вот этими фотографиями Можно нажать на паузу и внимательно рассмотреть Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание Это, конечно же, то, что вроде бы кочевой народ Но оставил нам великолепные образцы прикладной культуры Это казахское ювелирное изделие Это говорит о том, что у человека, который вроде бы имел отношение только к скоту Имелось огромное количество еще других моментов Которые представляют собой их жизнь Вот эти женские украшения, это не просто украшения В большинстве своем они из серебра Все знают, что серебро обладает Ну, большинство, наверное, из вас знают, что серебро обладает обеззараживающим свойствами И в древности казахи считали, что серебро, оно отгоняет шайтанов и злых духов за счет этого Поэтому все эти ювелирные изделия, вот эти, то, что украшают Они не просто украшают, но они еще и являются оберегами В том числе пояса и мужские, и женские Они оберегают человека от злых духов От шайтана, от всего того, что является черным Эти застежки, которые вы сейчас только что видели Вот эти женские застежки Они все не только застегивают одежду, но еще, не только украшают одежду Но еще являются вот такими своеобразными оберегами Относительно Очень важной составной частью, конечно же, материальной культуры Является традиционная национальная кухня В этом отношении у нас есть о чем поговорить Большинство казахов, к сожалению, главное национальное блюдо Называют очень неправильно Называют его бешбармак Который не имеет никакого отношения к этому блюду Бешбармак это узбекское блюдо Оно очень похоже немножко на казахское Но все равно это совершенно другая вещь Хотя бы по названию У казахов бармак это пальцы ног А пальцы рук называются саусах Поэтому казахи никак не могут назвать Главное национальное блюдо Бешбармак Бешбармак Вот этот момент очень сильно раздражает Как бы мы долго, как бы мы много этот момент не обсуждали Все равно это не получается Главное национальное блюдо у нас называется очень просто Ет В ресторанах Советского Союза Их называли мясо по-казахски Это правильно И основным блюдом здесь Основной частью этого блюда являлся, конечно же, мясо И в разных регионах Казахстана это блюдо было разным В районах земледельческих там, скажем так, вот это то, что является наном или сочними Или еще как-то вот то, что является тестовым элементом этого блюда Его очень-очень много и очень мало мяса У нас в западном Казахстане В принципе классический вариант этого блюда Где примерно равное количество и мяса и тестового компонента А вот в восточном Казахстане Это блюдо подается без тестового компонента То есть подается только мясо Куски мяса колодятся перед человеком И каждый мужчина или женщина Они берут свой нож И начинают с помощью этого ножа По кусочку отрезая вареное мясо И есть все Это вот как раз и есть самое главное блюдо казахского народа Но помимо этого, конечно же, есть и другие блюда Которые мы хорошо с детства знаем Курдак Прежде всего, это, конечно же, то, что изготовлено из требухи Из внутренности тех животных, которых режут на сон Часто их быстренько, вот эту требуху быстренько вымывают Тут же готовят на бараньем жиру И еще не успевают разрезать этот сход Но уже выносят на сковородке И дают угостить Угощают им всех, кто участвует в сонах То есть она должна быть Вот эти все эти блюда казахского народа Они являются очень жирными Потому что все эти блюда делаются для людей Которые очень долго ходят на свежем И часто на холодном воздухе, особенно зиму Они очень жирные И, конечно же, они очень калорийные С этой стороны и в этом блюде очень-очень много белка Все это вызывало огромное количество белка Белковой пищи Оно вызывало такую болезнь у казахов У стариков казахов Это подагра Вот эта подагра Это болезнь суставов ног Она еще вызывается тем, что люди все время ездят на коне В ногах кровообращение бывает слабое Оно зимой замерзает И все это вот в копе с белковой пищей Приводило к тому, что Приводило к тому, что Еще в древности В Золото-Одлинское время В начале казахского И весь период казахского ханства Люди уже после 50 Многие из них болели вот этой подагрой Им было очень трудно Залезать на коня И они вынуждены были Их вынуждены были Если это были богатые люди Их носили на носилках Если были небогатые То ездили на специально армах Фактически полулеша Еще хотелось бы обратить внимание На такое блюдо Которое сейчас на данный момент забыто Это курдючный жир Курдючный жир был отдельным блюдом Примерно тем же самым Как украинское сало Его солили И ели его как отдельное блюдо То есть его нарезали кусочками И могли есть хлебом Или без хлеба Как получалось Это определенный такой Жиронесной консервант И надо сказать Что конечно мы сейчас уже не сможем Такое блюдо есть Мы немножко другой закваски У нас другие немножко вкусовые ощущения Но люди той эпохи Могли себе позволить и такие вещи Ну конечно же мы с детства знаем Баусаки Это с детства мы знаем Различные виды лепешек Которые изготавливались Но у нас У казахов конечно изготавливались На баранину жиру Потому что растительных жиров практически не было До 20 века И когда все эти лепешки Баусаки готовились Естественным образом Через какое-то время Если это была зима То жирок застывал уже Прямо возле рта И человек поедая Должен был съесть очень быстро Чтобы жир не застыл На губах Нас Нашу кухню Обошла Ахименидская кулинарная революция Ахимениды создали первые образцы Роскошных Роскошных кулинарных блюд И Эти кулинарные блюда Вошли в состав Тех этносов Которые Были Входили в разное время В состав Державы персидов Персов Это Средняя Азия Это Кавказ В основном Конечно Южный Кавказ Вот в этих районах Как раз и появляются Те образцы Тех блюд Которые До казахов Не дошли Потому что для того Чтобы изготавливать эти блюда Нужны были Специальные печи В казахах были Казаны Костры Даже в тех местах Где они жили Осетла И Наша кухня Конечно С одной стороны Отличается Непритязательностью Но С другой стороны Конечно же Она очень калорийна И все путешественники Которые перемещались По степи Отмечают Насколько она полезна Насколько она калорийна Насколько она португтивна И то что Она согревает зимой Есть еще Один такой момент Это Прикладная культура Казахского народа Конечно же Все то что Изготавливали Наши ремесленники Они имели Отношение К прикладной культуре Все что Делалось Сергеевич Лех То есть Ювелирами Все то что делалось С кузнецами Все то что делалось Нашими ткачами И все эти украшения Которые имели Они всегда носили В первую очередь Прикладной характер То есть Нужно было Украсить человека Который живет В степи Украсить человека Которого Мало возможностей Для того чтобы Купить уже Какие то готовые Украшения И в этом плане Конечно же Прикладная культура Она получила Очень сильное развитие И конечно же Вопросы о памятниках Святых мест У нас время уже Заканчивается Мы еще раз Смотрим отдельно На семинарских занятиях У нас есть Различного рода Святые места Которые Практически во всех регионах Есть места Поклонения Эти поклонения Имеют Как то Исламский период После принятия Ислама Это места Старых мечетей Это места Могил Тех или иных Величайших людей Батыров Биев Они Считалось Что они являются Очень сильными Покровителями И можно И нужно К ним приходить Как наш Например Есидбатар Тама К Мазарею Мазару Которому Приходит Женщина В поисках Благодати В поисках Самой главной Благодати Продолжение Жизни Для получения Сил Для продолжения Жизни Вам Я отдаю Вот эти вопросы Для закрепления Нажмите на паузу Перепишите Эти вопросы Для закрепления Подготовьте Краткие ответы К ним Их можно Выслать На мою Электронную Почту Все вопросы Которые Возникли В ходе Этой Лекции Можно Будет Задать На Той Лекции Которая Состоится У нас По Зуму В соответствии С расписанием Или Послать Меня На электронную Почту Спасибо За Внимание